Несмотря на холода, зимний период ассоциируется исключительно с теплом. В Беларуси вовсю продолжается отопительный сезон. Для комфортного проживания граждан профилактические работы на участках тепловых сетей проходят регулярно. За извилистой системой с трубами, кранами и рычагами ведётся пристальное наблюдение. «Выполняются все регламентные работы по предупреждению аварий, выполняются планы предупредительной ремонты, чтобы обеспечить безаварийную работу по обеспечению жилого фонда отоплением и горячей водой». Тем не менее, случаи прорывов не исключаются. Чтобы избежать риска для здоровья и жизни, необходимо помнить – категорически запрещается дотрагиваться до повреждённых наружных трубопроводов. Температура воды в них может достигать 150 градусов. Последствия любопытства чреваты сильными ожогами. «Госэнергогазнадзор запрещает приближаться ближе чем на 5 метров к промоенам, образующимся в местах порывов трубопроводов, спускаться в тепловые камеры, пересекать в необорудованных местах траншеи и каналы, где ведутся работы по прокладке и ремонту тепловых сетей, ходить по трубопроводам, перекрытиям теплотрасс». Не менее опасными считаются и прорывы подземных тепловых конструкций. В результате повреждений образуется впадина, заполненная горячей жидкостью. К слову, определить надвигающуюся опасность можно по ряду признаков – проседание грунта или асфальта, вытекание воды из-под крышки люка, парение. «При выявлении утечек и парения необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу по единому номеру 115». Сотрудники Госэнергонадзора призывают помнить и соблюдать правила безопасности. Беды можно избежать, когда знаешь, как поступить в непредвиденной ситуации.